сейчас пошла запись почему мы начнем сначала потому что если у вас будут вопросы или что-то я постараюсь иллюстрировать специальными фотографиями давайте начинаем разговор кто вы откуда вы косточки абрикосов и черенки абрикосов вопрос следующий посадил вернее как и прививал значит черенки абрикосов на пернослив прививку делал это в районе 20 апреля 20 апреля вот с тех пор с тех пор до сих пор значит прививки не тронули совершенно то есть получается что вот они с того времени стоят а значит сами по себе черенки вроде бы как бы не это не заслопли ничего но тем не менее на них значит почки как были так и есть на самом терносливе значит только-только начали выбиваться почки не обрезанных местах то есть делали на самом терносливе оставили 20 почки то есть нормально ли это но я не уже погибли с ними все было нет они еще не погибли есть у вас до сих пор еще сам терносливы практически спят как они могут опередить допустим взять листики на терносливе сейчас начали выпускаться мы недавно то есть не получается нужно ждать и терпеть да и надеяться да придется до терпеть дело в том что недавно это этот вопрос звучал насколько мои именно мои черенки жизнеспособны не по подвяли ли не засохли ли вот я недавно доставал с холодильника во первых по воду вставил и показал что они сейчас я даже сейчас могу пойти взять банки и вот сюда перед экраном и показать что они все с листьями то есть самим черенкам проблем не может быть этих как тем более мы они все самые поздние то есть вот прям с холодильника ноябре же и ноябре я резал получается качестве стенков ни при чем остается два момента значит переживаемость бывает физическая вот вы новичок или у вас раньше были успехи не отвечу на новичок значит где-то чуть-чуть кривой чуть-чуть горбатый вот где-то пленка не то которые обматывают у вас нож специальные или пирочины как я когда-то начинал не нужен нож специальный острый все нормально да но вы убеждались вы уже опыт ну то есть не опыт по руку набивали это врезали резали ровники вот учились у меня или у этих самых по книгам там они немножко не так делают и из-за этого так а было ли у вас вот смотрите все-таки немножко попытаюсь и конечно с фотографиями разговор с вашими вести ну допустим пока без них и так вы привали на сколько летние деревья значит смотрите у меня терна слив терна слив ему он примерно я думал года четыре пять а значит скелет или все-таки у земли штамп нет нет значит я прививал уже в крону то есть я получается срезал значит ветки ветки и на но дерево прибил 9 черенков разного разного понятно уже истина проясняется так вас никаких следов при не осталось виде фотографий но это уже в догонку ну давайте пока будем смотреть шире то есть все равно все что я сейчас скажу одно будет правдой даже не видя ваших фотографий все равно я не ошибусь дело 8 терна слива так-то на слива это но назовем ее дикой сливой вот значит у нее будут у вас две причины несовместимости которая касается и вас и всех первое значит абрикос лучше бы вы привели на абрикос и уже вот такого бы не было бы что вообще без надега а именно а пока нету а стерна слива что получается у вас получается что они разновидовые у них практически не совместимость сейчас дерево вини так прививки на вашем дереве пытается ее преодолеть значит понятно надо ждать ждать и ждать бывает и через месяц возьмут проклюнуться а может уже не не проклюнуться это первое второе дополнительное к ней идет вы защищали чем-нибудь к я допустим мешочки полиэтиленовая заворачиваю мешочки надевал да ну ладно все равно остается межвидовая биологическая несовместимость на лицо так это довольно обычное явление чаще чем чем получается и второе значит я как когда я вы сказали у меня учились ну понятно уже имея дерево взрослая надо пытаться его перепривить получить уже получить вкусные вещи но раз уж так получилось но в идеале есть принципиальная разница между привитыми у земли это когда полностью вся крона исчезает остается там самого основания штаба но вот посреди на пальцы да вот где-то самое длинное это спали даже еще бы короче бы даже чем короче чем пальцы чем длина пальцев почему полностью исчезает отрезается штамп и крона так и и когда я убедился разница огромная на сотнях я же сделал что с уже 30 тысяч прививок нормально чтобы что-то увидеть вот и тогда получается что идут лучше даже межвидовая лучше идут чаще получается чем мертвые и я пытался понять почему а потом догадался а у дерево остается только корни ему бедному развиваться надо а мы ему отрезали всю крону и она хочешь не хочешь не нравится тебе она плюется а у вас же кто получается у вас получается биологическая несовместимость она выражается в отражении чужеродной ткани у вас получается как но вот пятилетний дерево возьмем по объему всю крону этого тернослива и всего лишь 2-3 процента это то что вы внедрили пытаетесь внедрить нее при привязываете к ней чужой черенок в соотношение 98-2 вот такое разве она допустит чужака она выплевывает пинком под зад то есть она не умертвляет его вместо прививки мертво а вместо того чтобы сосуды заработали подавали туда сок а когда у земли это на будущее я говорю я же фильм снимаю я просто так воду ступи толочь все кто видит да мне в скелетном прививки есть у меня бывает неудачи с скелетом прививки тут когда вместе я вашу мысль понял значит тогда когда в продолжение этого вопроса продолжение вопроса может быть он как бы тоже я у вас дополнительно брал еще косточки были косточки амура и косточки были значит сэн маньчжурца там 3 4 что ли что-то такое номер три номер четыре кроме этого я брал у вас еще черешню мне давали косточки и значит грушу грушу и слил вот я это все посеял значит тоже в 20 числах апреля вот наглядку ну как бы так тесненько но как не идти по школке да соответственно сегодняшний день у меня зашли только три значит абрикоса сорта амур ростом где-то два-три сантиметра вот такие малюсенькие вопрос следующий значит мне с ними ничего не делать и ждать до осени допустим там или до следующего года и не трогайте прямо сейчас уже присаживать на новое место я не буду меня расти чтобы потом на них уже прививать и угли на вас новые черенки то есть каким образом мне поступить сейчас для того чтобы их правильно сейчас пересадить либо либо подождать и не пересаживать на сколько до времени и соответственно грамотно потом привить на них так а вы меня покупали сортифицированы почему-то взошло из всего того что я перечислил зашло только вот это больше ничего не зашло так что получилось дело в том что когда вы получили от меня значит я получил вот так примерно 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 наверно может где-то в марте может быть в конце февраля так тогда получается вы дальше и держали сами я положил в холодильник значит при температуре примерно около 0 градусов держа до 20 апреля и после этого значил как вы говорили посеял и чуть-чуть присыпал землей а теперь самый главный вопрос самый главный вы говорите положил холодильник так как в моих этих роликах учебных вы их разорвали мешочки передали большую тару вот ничего не делал вообще вот мы и докопали зависит единственный смотрите значит так я один мешочек значит вот единственно один мешочек я вскрыл и значит мешочек вскрыл я который назывался значит сын манджурца вот достаточно мало увлажнен этот песок я его немножко увлажнил вот которые которые нашли три штучки я их очень не скрывал то есть ответственно так дело в общем общая беда заключается в этом если вы все правильно говорите я вас правильно понимаю в этих маленьких мешочках с минимальным количеством песка это предназначено только для транспортировки потом я же всем доедино высылал учебные ролики вы должны были вот эти 10 косточек обысел соку по 10 берете ты здесь кости и для них нужно от 250 до 500 миллилитров то есть пол-литровая банка в ней достаточно количество песка и сырого песка объясняю почему это как раз вы же у меня не полностью струксированные я рассказали февраль март а полусы все рода до недельный что ничего делать не надо сюда не входит понятие перетаривать вот дело в том что это обязательно то святое это для всех тысяч людей будущих покупателей просек перетаривать обязательно объясняю почему я приводил примеры для в этих учебных фирмах есть такая вещь и фотографии есть я даже сейчас взять бы мне вот сейчас я не знаю я нет тебя вы спросили за его мое время не отнимайте я вас прошу значит я ваше время не отнимаю ну давайте чуть-чуть еще потерпите вот я да успею это как раз успею значит самое главное я быстренько лихорадочно ищу подходящую фотографию вот сейчас скажу почему это очень наглядно очень очень и очень важно потому что как раз пришла весна но ведь нам еще жить дожить вот чем дело нам жить дожить я и то еще надеюсь пожить а уж про вас и это судя по голосу у меня моложе на целое поколение но я же говорю это когда у меня уничтожили сад и питомник полностью сожгли вот тогда я и это 50 это был 2005 год 55 лет я стал профессионалом 55 так что посмотрите я нашел фотографию и так значит когда а это специально вот они перележали у меня вот написано абрикосы манджурский там сын такой-то а вот или ассорти так вот у них есть одна особенность вот в этих мешках когда хранишь а я уже эту фотографию делал еще позже где-то май июнь они всходят но 1 2 максимум 3 которые взошли не взошли которые проснулись первыми они всасывают всю влагу и вот когда вы садили у вас 8 9 7 из 10 уже не годились а вот все 10 уже не годились на посадку там не было влаги а это уже не статификация а хранение вот за ним на праздников а что делать ничего не делать пусть придется загрязочку чипать эту сорную сорную траву и дать ему шанс еще год обязательно зайдут почему у вас они просто были если мыши не сидят они просто были сухими да это не статификация это с сырости не перетарив больший объем вы вот так и оказались это не готовыми для посадки а то что зашло но это почти случайно это еще удивительно которые 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 зашли их не пересаживать их так и оставить еще на 1 сейчас раз да да осень я очень делал что хотите самое главное до осени а я сейчас их радость на еще другую фотографию время еще позволяет потому что сейчас пересаживать нельзя маленькие да конечно нельзя что вы это я и спрашиваю что вы на всякий случай совсем-то не навредить сейчас знаете когда спешишь получается хуже вот вот я из этого и пришел вам позвонить правильно 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 как получилось обидно вы почти год потеряли но тут честно я говорю я нашел причину из ваших слов сразу однозначно вся влага не ну вот объемчик-то видели объемчик-то но потом увидите фильм напишите мне по ватсапу вышлите фильм ладно я тот самый с пермской области хорошо какой фильм у вас мысль что вы да вот то что я сделаю потому что вы хоть фотографии увидите ну что да и еще ладно боксим с этим уже ясно нельзя было хранить в маленьких маленьких мешочках нельзя только перетаривание и я был не в курсе как мы видим а я всегда высылаю фильм об этом догонку не в догонку одновременно не исключено сто процентов я вам все если взять за все годы тысячи чек и всем я посылаю вот я с вами переписывался только по ватсапу вы можете посмотреть я и по ватсапу высылаю вот я могу по ватсапу показать несколько сотен таких вот но у меня у меня по мне каких претензий нет и поэтому я хотел услышать от вас что делать дальше документы сейчас секунду ой нельзя туда глядеть там много паролей ладно там у меня это специальная которая копируя я вот такие то сделает что посмотрел в сторону до пароли не видели а сейчас найду ее и сейчас мы это увидим так и потом вы сами видите и вспомните вот а если скажете все-таки что я бы такого не высылал одном из тысячи то что из этого слушается ваш заказ принят это ттттт дальше идет все это согласовать как отправить деньги сообщить и вот они пошли фильмы на все случаи жизни причем это сертификация семян видео уроки вот она сертификация 1 сертификация 2 сертификация 3 сертификация 4 потом увидите сами что я вам это высылал почему это идет автоматом так теперь я абсолютно говорю что я у меня абсолютно никаких претензий к вам нет это не конец разговора вы представляете у меня ваши деньги а у вас ни хрена разговор то какой будет придет осень вот вы закажете косточки и скажите я тот самый которым вы сказали за пол цены то есть это иначе не честно у меня деньги ваши а у вас ничего поняли да вы мне в ватсапе напишите на то что косточки за пол цены я вам потом в ватсапе покажу вашу запись нет не так вы вы просто вы обещали вас поверьте я обещание всегда так ну все хорошо а там я вас помнил ассанда осталось 20 секунд значит еще раз прививайте получи только у земли и тогда по двое привой не ходить по двое не ходу в детстве принять привой у него вариантов нет или погибнуть или принять закончилась запись а